Ипполит помочил свои губы в чашке чаю, поданной ему Верой Лебедевой, поставил чашку на столик и вдруг точно законфузился, почти в смущении осмотрелся кругом. — Посмотрите, Лизавета Прокофьевна, эти чашки! — как-то странно заторопился он. — Эти фарфоровые чашки, и, кажется, превосходного фарфора, стоят у Лебедева всегда в шифонерке под стеклом запертые, никогда не подаются, как водится, это в приданное за женой его было. — У них так водится, и вот он их нам подал, в честь вас, разумеется, до того обрадовался. Он хотел было еще что-то прибавить, но не нашелся. — Сконфузился-таки, я так и ждал, — шепнул вдруг Евгений Павлович на ухо князю. — Это ведь опасно, а? Вернейший признак, что теперь со зла такую какую-нибудь эксцентричность выкинет, что Елизавета Прокофьевна, пожалуй, не усидит. Князь вопросительно посмотрел на него. — Вы эксцентричности не боитесь? — прибавил Евгений Павлович. — Ведь я тоже даже желаю. Не, собственно, только чтобы наша милая Елизавета Прокофьевна была наказана, и непременно сегодня же, сейчас же, без того и уходить не хочу. — У вас, кажется, лихорадка. После не мешайте. — Да, я нездоров. — рассеяно и даже нетерпеливо ответил князь. Он услышал свое имя, и Полит говорил про него. — Вы не верите? — истерически смеялся И Полит. — Так и должно быть. А князь так с первого раза поверит и нисколько не удивится. — Слышишь, князь? — обернулась к нему Елизавета Прокофьевна. — Слышишь? Кругом смеялись. Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самой Елизаветой Прокофьевной. Он говорит, что этот вот кривляка твой-то хозяин. Тому господину статью поправлял. Вот что, Давид, на твой счет прочитали. Князь с удивлением посмотрел на Лебедева. — Что ж ты молчишь? — даже топнула ногой Елизавета Прокофьевна. — Что же, — пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева. — Я уж вижу, что он поправлял. — Правда? — быстро обернулась Елизавета Прокофьевна к Лебедеву. — Истинная правда, ваше превосходительство! — твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу. — Точно хвалится? — чуть не привскочила она на стуле. — Ни язык, ни язык! — забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и все ниже и ниже, наклоняя голову. — Да что мне в том, что ты низок? Он думает, что скажет «не язык», так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться? Еще раз говорю, никогда не прощу тебя. — Меня простит князь! — с убеждением и умилением проговорил Лебедев. — Единственное из благородства! — громко и звонко заговорил вдруг подскочивший Келлер, обращаясь прямо к Елизавете Прокофьевне. — Единственное из благородства, сударыня, и чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то, что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаюсь, что я действительно обратился к нему за шесть ссылковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большей частью неизвестных, как компетентному лицу. — Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет пятидесяти рублей вместо двухсот пятидесяти. Одним словом, вся эта группировка, все это принадлежит ему за шесть ссылковых, но слог не поправляли. — Я должен заметить с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом перебил его Лебедев, при распространявшемся все более и более смехе, что я поправлял одну только первую половину статьи, но так как в средине мы не сошлись и за одну мысль поссорились, то я вторую половину уж и не поправлялся. Так что все, что там безграмотно, а там безграмотно, так уж это мне не приписывать-с. — Вот он, о чем хлопочет, — вскричала Лизавета Прокофьевна. — Позвольте спросить, — обратился Евгений Павлович к Келлеру, — когда поправляли статью? — Вчера утром, — отрапортовал Келлер, — мы имели свидание с обещанием честного слова сохранить секрет с обеих сторон. — Это когда он ползал-то перед тобой и уверял тебя в преданности? Ну, людишки, не надо мне твоего Пушкина, и чтобы дочь твоя ко мне не являлась! Лизавета Прокофьевна хотела была встать, но вдруг раздражительно обратилась к смеющемуся Ипполиту. — Что ж ты, милый, насмех, что ли, вздумал меня здесь выставлять? — Сохрани, Господи, — криво улыбался Ипполит, — но меня больше всего поражает чрезвычайная эксцентричность ваша, Лизавета Прокофьевна. Я, признаюсь, нарочно подвел про Лебедева, я знал, как на вас подействовать, на вас одну, потому что князь действительно простит, и уж, наверное, простил. Даже, может, извинения в уме подыскал, ведь так, князь, не правда ли? Он задыхался, странное волнение его возрастало с каждым словом. — Ну! — гневно проговорил Лизавет Прокофьевна, удивляясь его тону. — Ну! — Про вас я уже много слышал в этом же роде. С большой радостью чрезвычайно научился вас уважать, — продолжал Ипполит. Он говорил одно, но так, как будто бы этими самыми словами хотел сказать совсем другое. Говорил с оттенком насмешки, и в то же время волновался несоразмерно, мнительно оглядывался, видимо, путался и терялся на каждом слове, так что все это, вместе с его чахоточным видом и странным, сверкающим и как будто иступленным взглядом, невольно продолжало привлекать к нему внимание. — Я бы удивился. Совсем, впрочем, не зная Света, я осознаюсь в этом, тому, что вы не только сами остались в обществе давешней нашей компании, для вас неприличной, но и оставили этих девиц выслушивать дело скандальное, хотя они уже все прочли в романах. — Я, может быть, впрочем, не знаю, потому что сбиваюсь, но во всяком случае кто, кроме вас, мог остаться по просьбе мальчика? — Ну да, мальчика, я опять сознаюсь провести с ним вечер и принять во всем участие, и с тем, что на другой день стыдно, я, впрочем, согласен, что не так выражаюсь, я все это чрезвычайно хвалю и глубоко уважаю, хотя уже по лицу одному его превосходительству, вашего супруга, видно, как все это для него неприятно. — Хе-хе-хе! — захихикал он, совсем спутавшись, и вдруг так закашлялся, что минуты две не мог продолжать. — Даже задохся! — холодно и резко произнесла Елизавета Прокофьевна, строгим любопытством рассматривая его. — Ну, милый мальчик, довольно с тобою. Пора. — Позвольте же и мне, милостивый государь, с своей стороны вам заметить, раздражительно вдруг заговорил Иван Федорович, потерявший последнее терпение, что жена моя здесь у князя Льва Николаевича, нашего общего друга и соседа, и что, во всяком случае, не вам, молодой человек, судить о поступках Елизаветы Прокофьевны, равно как выражаться вслух и в глаза о том, что написано на моем лице. — И если жена моя здесь осталась, — продолжал он, раздражаясь почти с каждым словом все более и более, — то, скорее, сударь, от удивления и от понятного всем современного любопытства посмотреть странных молодых людей. — Я и сам остался, как останавливаюсь иногда на улице, когда вижу что-нибудь, на что можно взглянуть, как... 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 как на редкость, — подсказал Евгений Павлович. — Превосходно и верно, — обрадовался его превосходительство, немного запутавшееся в сравнении. — Именно как на редкость. — Но, во всяком случае, мне всего удивительнее и даже огорчительнее, если только можно так выразиться грамматически, что вы, молодой человек, и того даже не умели понять, что Елизавета Прокофьевна теперь осталась с вами потому, что вы больны, если вы только в самом деле умираете, так сказать, из сострадания, из ваших жалких слов, сударь, и что никакая грязь ни в каком случае не может пристать к ее имени, качествам и значению. — Елизавета Прокофьевна, — заключил раскрасневшийся генерал, — если хочешь идти, то простимся с нашим добрым князем и... — Благодарю вас за урок, генерал! — серьезно и неожиданно прервал Ипполит, задумчиво смотря на него. — Пойдемте, маман, долго ли еще будет? — нетерпеливо и гневно произнесла Аглая, вставая со стула. — Еще две минуты, милый Иван Федорович, если позволишь! — с достоинством обернулась к своему супругу Елизавета Прокофьевна. — Мне кажется, он весь в лихорадке и просто бредит. Я в этом убеждена по его глазам. Его так оставить нельзя. Лев Николаевич, мог бы он у тебя ночевать, чтоб его в Петербург не тащить сегодня? — Шех Пренс, дорогой князь французский, вы скучаете? — с чего-то обратилась она вдруг к князюща. — Пойди сюда, Александра, поправь себе волосы, друг мой. Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее, затем только и звала. — Я вас считал способную к развитию, — опять заговорил Ипполит, выходя из своей задумчивости. — Да, вот что я хотел сказать, — обрадовался он, как бы вдруг вспомнив. — Вот Бурдовский искренне хочет защитить свою мать, не правда ли? А выходит, что он же ее срамит. Вот князь хочет помочь Бурдовскому, а от чистого сердца предлагает ему свою нежную дружбу и капитал, и, может быть, один из всех вас не чувствует к нему отвращения. И вот они-то и стоят друг пред другом, как настоящие враги. Ха-ха-ха! Вы ненавидите все Бурдовского за то, что он, по-вашему, некрасиво и неизящно относится к своей матери. Ведь так, так, так! Ведь вы ужасно все любите красивость и изящество форм. За них только и стоите, не правда ли? Я давно подозревал, что только за них. Но так знаете же, что ни один из вас, может, не любил так свою мать, как Бурдовский. Вы, князь, я знаю, послали потихоньку денег с Ганечкой матери Бурдовского, и вот об заклад же побьюсь. Хи-хи-хи! Истерически хохотал он. Об заклад побьюсь! Что Бурдовский же и обвинит вас теперь в неделикатности форм и в неуважении к его матери? Ей-богу, так! Ха-ха-ха! Тут он опять задохся и закашлялся. Ну, все! Все теперь! Все сказал! Ну, иди теперь спать! У тебя лихорадка! Нетерпеливо перебила Лизавета Прокофьевна, не сводившая с него своего беспокойного взгляда. Ах, Господи, да он еще и говорит! Вы, кажется, смеетесь! Что же вы все надо мной смеетесь? Я заметил, что вы все надо мною смеетесь! Беспокойно и раздражительно обратился он вдруг к Евгению Павловичу. Тот действительно смеялся. Я только хотел спросить вас, господин... Иполит, извините, я забыл вашу фамилию. Господин Терентьев, сказал князь. Да, Терентьев, благодарю вас, князь. Да, ведь и говорили, но у меня вылетело. Я хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет? Очень может быть, что говорил, ответил Иполит, как бы что-то припоминая. Непременно говорил, прибавил он вдруг, опять оживляясь и твердо посмотрев на Евгения Павловича. Что ж из этого? Ничего ровно. Я только к сведению, чтобы дополнить. Евгений Павлович замолчал, но Иполит все еще смотрел на него в нетерпеливом ожидании. — Ну что ж, кончил, что ли? — обратился к Евгению Павловичу Лизавет Прокофьевна. — Кончай скорее, батюшка, ему спать пора. Или не умеешь? Она была в ужасной досаде. — Я, пожалуй, и очень не прочь прибавить, — улыбаясь, продолжал Евгений Павлович, — что все, что я выслушал от ваших товарищей, господин Керентьев, и все, что вы изложили сейчас и с таким несомненным талантом, сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права прежде всего и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит. Может быть, я ошибаюсь? — Конечно, ошибаетесь, я даже вас не понимаю. Дальше. В углу тоже раздался ропот. Племянник Лебедева что-то пробормотал в полголоса. — Да почти ничего дальше, — продолжал Евгений Павлович. — Я только хотел заметить, что от этого дела может прямо перескочить направо силы, то есть направо единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось на свете. А остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов в том смысле, что негры — суть негры, ниже белого племени, и, стало быть, право силы за белыми. Ну? То есть, стало быть, вы не отрицаете право силы? Дальше. Вы так консеквентны. Консеквентны от французского «консекон» — последовательны. Я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова-Игорского недалеко. Не знаю дальше. И Полит едва слушал Евгений Павлович, которому, если и говорил «ну и дальше», то казалось больше по старой усвоенной привычке в разговорах, а не от внимания и любопытства. Да ничего дальше. Все. Я, впрочем, на вас не сержусь, — совершенно неожиданно заключил вдруг Ипполит и, едва ли вполне сознавая, протянул руку даже с улыбкой. Евгений Павлович удивился сначала, но с самым серьезным видом прикоснулся к протянутой ему руке, точно как бы принимая прощение. — Не могу не прибавить, — сказал он тем же двусмысленно почтительным тоном, — моей вам благодарности за внимание, с которым вы меня допустили говорить, потому что, по моим многочисленным наблюдениям, никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже. — Это вы совершенно верно, — заметил генерал Иван Федорович и, заложив руки за спину, с скучнейшим видом отритировался к выходу с террасы, где с досады и зевнул. — Ну, довольность тебя, батюшка, — вдруг объявила Евгений Павловичу Елизавета Прокофьевна. — Надоели вы мне? — Пора. Озабоченный и чуть не с испугом поднялся вдруг Ипполит в замешательстве, смотря кругом. Я вас задержал, я хотел вам все сказать. Я думал, что все, в последний раз это была фантазия. Видно было, что он оживлялся порывами, из настоящего почти бреда выходил вдруг на несколько мгновений, с полным сознанием вдруг припоминал и говорил большую частью отрывками, давно уже, может быть, надуманными и заученными, в долгие и скучные часы болезни на кровати в уединении в бессонницу. — Ну, прощайте, — резко проговорил он вдруг. — Вы думаете, мне легко сказать вам прощайте? — Ха-ха! — досадливо усмехнулся он сам на свой неловкий вопрос, и вдруг, точно разозлясь, что ему все не удается сказать, что хочется, громко и раздражительно проговорил. — Ваше превосходительство! Имею честь просить вас ко мне на погребение, если только удостоите такой чести. И всех, господа, вслед за генералом! Он опять засмеялся, но это был уже смех безумного. Елизавета Прокофьевна испуганно двинулась к нему и схватила его за руку. Он смотрел на нее пристально с тем же смехом, но который уже не продолжался, а как бы остановился и застыл на его лице. — Знаете ли, что я приехал сюда для того, чтобы видеть деревья? — Вот эти! — он указал на деревья парка. — Это не смешно, а? Ведь тут ничего нет смешного! — серьезно спросил он Елизавету Прокофьевну и вдруг задумался. Потом, через мгновение, поднял голову и любопытно стал искать глазами в толпе. Он искал Евгения Павловича, который стоял очень недалеко направо на том же самом месте, как и прежде, но он уже забыл и искал кругом. — А, вы не ушли! — нашел он его наконец. — Вы давеча все смеялись, что я в окно хотел говорить четверть часа. — А знаете, что мне не восемнадцать лет? Я столько пролежал на этой подушке и столько просмотрел в это окно и столько продумал обо всех, что у мертвого лет не бывает, вы знаете. Я еще на прошлой неделе это подумал, когда ночью проснулся. — А знаете, чего вы боитесь больше всего? Вы искренности нашей боитесь больше всего, хоть и презираете нас. Я это тоже тогда же на подушке подумал ночью. — Вы думаете, что я над вами смеяться хотел давить Елизавета Прокофьевна? — Нет! Я не смеялся над вами. Я только похвалить хотел. Коля говорил, что вас князь ребенком назвал. Это хорошо. — Да что бишь я? Еще что-то хотел. Он закрыл лицо руками и задумался. — Вот что! Когда вы давеча прощались, я вдруг подумал. Вот эти люди. И никогда уже их больше не будет. И никогда. И деревья тоже. Одна кирпичная стена будет, красная. Мейерова дома. Напротив, в окно у меня. Ну и скажи им про все это. Попробуй-ка, скажи. Вот красавица. Ведь ты мертвый. Отрекомендуйся мертвецом. Скажи, что мертвому можно все говорить. И что княгине Марья Алексеевна не забронит. Вы не смеетесь? Обвел он всех кругом недоверчиво. А знаете, на подушке мне много мыслей приходило. Знаете, я уверился, что природа очень насмешлива. Вы давеча сказали, что я атеист. А знаете, что это природа? Зачем вы опять смеетесь? Вы ужасно жестокие. С грустным негодованием произнес он, вдруг оглядывая всех. Я не развращал Колю, закончил он совершенно другим тоном, серьезным и убежденным, как бы вдруг тоже вспомнив. Никто, никто над тобой здесь не смеется, успокойся, почти мучилась Лизавета Прокофьевна. Завтра доктор новый приедет, тот ошибся. Да садись, на ногах не стоишь, бредишь. Ах, что теперь с ним делать? Хлопотала она, усаживая его в кресло. Слезинка блеснула на ее щеке. Ипполит остановился, почти пораженный. Поднял руку, боязливо протянул ее и дотронулся до этой слезинки. Он улыбнулся какой-то детской улыбкой. — Я вас! — заговорил он радостно. — Вы не знаете, как я вас. Мне он в таком восторге всегда о вас говорил. Вот он, Коля. Я в восторге его люблю. Я его не развращал. Я только его и оставляю. Я всех хотел оставить, всех, но их не было никого. Никого не было. Я хотел быть деятелем. Я имел право. О, как я много хотел. Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу хотеть. Я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть. Пусть, пусть, без меня ищут истины. Да, природа насмешлива. Зачем она, — подхватил он вдруг с жаром, — зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством, сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначило сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что, если бы пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверное. О, хорошо, что я умираю. Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь. Природа бы так подвела. Я не развращал никого. Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины. Я смотрел в окно на меерову стену и думал только четверть часа говорить и всех-всех убедить. А раз-то в жизни сошелся, с вами, если не с людьми, и что же вот вышло? Ничего. Вышло, что вы меня презираете. Стало быть, не нужен, стал быть, дурак. Стало быть, пора. И никакого-то воспоминания не сумел оставить. Ни звука, ни следа, ни одного дела. Не распространил ни одного убеждения. Не смейтесь над глупцом. Забудьте. Забудьте все. Забудьте, пожалуйста, не будьте так жестоки. Знаете ли вы, что, если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя? Он, кажется, еще много хотел сказать, но не договорил, бросился в кресло, закрыл лицо руками и заплакал, как маленькое дитя. Ну, теперь что с ним прикажете делать? Воскликнула Лизавета Прокофьевна, подскочила к нему, схватила его голову и крепко-накрепко прижала к своей груди. Он рыдал конвульсивно. Ну-ну-ну. Ну, не плачь же. Ну, довольно, ты добрый мальчик, тебя Бог простит по невежеству твоему. Ну, довольно, будь мужествен. К тому же и стыдно тебе будет. У меня там, — говорил Ипполит, сились приподнять свою голову, — у меня брат и сестры, дети, маленькие, бедные, невинные. Она развратит их. Вы святая. Вы сами, ребенок, спасите их. Вырвите их от этой. Она стыд. О, помогите им, помогите вам. Бог вас даст за это, старицу, ради Бога, ради Христа. Говорите же, наконец, Иван Федорович, что теперь делать? Раздражительно крикнула Лизавета Прокофьевна. Сделайте одолжение, прервите ваше величавое молчание. Если вы не решите, то было бы вам известно, что я здесь сама ночевать остаюсь. Довольно вы меня под вашим самовластьем тиранили. Лизавета Прокофьевна спрашивала с энтузиазмом и с гневом и ожидала немедленного ответа. Но в подобных случаях большую частью присутствующих, если их даже и много, отвечают молчанием, пассивным любопытством, не желая ничего на себя принимать и выражают свои мысли уже долго спустя. В числе присутствующих здесь были и такие, которые готовы были просидеть тут хоть до утра, не вымолвив ни слова. Например, Варвара Ардалионна, сидевшая весь вечер поодаль, молчавшая и все время слушавшая с необыкновенным любопытством, имевшая, может быть, на то и свои причины. — Мое мнение, друг мой, — высказался генерал, — что тут нужна теперь, так сказать, скорее сиделка, чем наше волнение. И, пожалуй, благонадежный, трезвый человек на ночь. Во всяком случае спросить князя и немедленно дать покой. А завтра можно и опять принять участие. — Сейчас двенадцать часов, мы едем. Едет он с нами или остается у вас? Раздражительно и сердито обратился докторенко к князю. — Если хотите, останьтесь и вы при нем, — сказал князь. — Место будет. — Ваше превосходительство, — неожиданно и восторженно подскочил к генералу господин Келлер. — Если требуется удовлетворительный человек на ночь, я готов жертвовать для друга. Это такая душа. Я давно уже считаю его великим. Ваше превосходительство. Я, конечно, моим образованием манкировал, но если он критикует, то ведь это перлы, перлы сыплются. Ваше превосходительство. Генерал с отчаянием отвернулся. — Я очень рад, если он останется. Конечно, ему трудно ехать, — объявлял князь на раздражительные вопросы Елизаветы Прокофьевны. — Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе переведу. Господи, Дон и сам чуть на ногах стоит. Да ты болен, что ли? Давич Елизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном адре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояния его здоровья, судя по наружному виду. Но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания ее сопровождавшие, усталость от хлопотливого вечера, случай с сыном Павлищева, теперешний случай с Ипполитом — все это раздражило больную впечатлительность князя действительно почти до лихорадочного состояния. Но, кроме того, в глазах его теперь была еще и какая-то другая забота, даже боязнь. Он опасливо глядел на Ипполита, как бы ожидая от него еще чего-то. Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния, стыда на искаженном своем лице. Это выражалось преимущественно в его взгляде, ненавистно и боязливо глянувшем на собрание, и в потерянные искривленные и ползучие усмешки на вздрагивавших губах. Глаза он тотчас же опустил и побрел, пошатываясь и все так же улыбаясь к Бурдовскому и Докторенку, которые стояли у выхода с террасы. Он уезжал с ними. — Ну, вот этого я и боялся! — воскликнул князь. — Так и должно было быть! Ипполит быстро обернулся к нему с самую бешеную злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила. — А-ха-ха! Вы этого и боялись! Так и должно было быть, по-вашему! Так знаете же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу! — завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта. — Я вас всех-всех ненавижу! Но вас, вас и езуитская паточная душонка! Идиот! Миллионер-благодетель вас более всех и всего на свете! Я вас давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас! Я вас ненавидел всею ненавистью души! Это вы теперь все подвели! Это вы меня довели до припадка! Вы умирающего довели до стыда! Вы! Вы! Вы виноваты в подлом моем малодушии! Я убил бы вас, если постался жить! Не надо мне ваших благодеяний ни от кого не приму! Слышите? Ни от кого! Ничего! Я в бреду был! И вы не смеете торжествовать! Проклинаю всех вас раз навсегда! Тут он совсем уж задохся! — Слез своих застыдился! — прошептал Лебедев Лизавете Прокофьевне. Так и должно было быть! Ай да, князь, насквозь прочитал! Но Лизавета Прокофьевна не удостоила взглянуть на него. Она стояла гордо выпрямившись, закинув голову и с презрительным любопытством рассматривала этих людишек. Когда Ипполит кончил, генерал вскинул было плечами. Она гневно оглядела его с ног до головы, как бы спрашивая отчета в его движении, и тотчас обратилась к князю. — Спасибо вам, князь, эксцентрический друг нашего дома, за приятный вечер, который вы нам всем доставили. Небось, ваше сердце радуется теперь, что удалось вам и нас прицепить к вашим дурачествам. Довольно милый друг дома, спасибо, что хоть себя-то дали, наконец, разглядеть хорошенько. Она с негодованием стала оправлять свою мантилью, выжидая, когда те отправятся. К тем в эту минуту подкатили извозчичьи дрожки, за которыми еще четверть часа назад докторенко распорядился послать сына Лебедева, гимназиста. Генерал тотчас же вслед за супругой вернул и свое словцо. — Действительно, князь, я даже не ожидал после всего, после всех дружественных сношений. И, наконец, Визавета Прокофьевна. — Ну как? Ну как это можно? — воскликнула Аделаида, быстро подошла к князю и подала ему руку. Князь с потерянным видом улыбнулся ей. Вдруг горячий скорый шепот как бы ожег его ухо. — Если вы не бросите сейчас же этих мерзких людей, то я всю жизнь, всю жизнь буду вас одного ненавидеть, — прошептала Аглая. Она была как бы в выступлении, но она отвернулась, прежде чем князь успел на нее взглянуть. Впрочем, ему уже нечего и некого было бросать. Больного Ипполита тем временем успели кое-как усадить на извозчика, и дрожки отъехали. — Что ж, долго будет это продолжаться, Иван Федорович? Как по-вашему? Долго я буду терпеть от этих злобных мальчишек? — Да я, друг мой, я, разумеется, готов, и князь. Иван Федорович протянул, однако же, князю руку, но не успел пожать и побежал за Лизаветой Прокофьевной, которая шумом и гневом сходила с террасы. Аделаида, жених ее и Александра искренне и ласково простились с князем. — Евгений Павлович был в том же числе, и один он был весел. — По-моему, сбылось, только жаль, что и вы, бедненькие, тут пострадали, — прошептал он с самую милую усмешкой. Аглая ушла, не простившись. Но приключения этого вечера тем еще не кончились. Лизавете Прокофьевне пришлось вынести еще одну весьма неожиданную встречу. Она не успела еще сойти с лестницы на дорогу, огибающую кругом парк. Как вдруг блестящий экипаж, коляска, запряженная двумя белыми конями, промчалась мимо дачи князя. В коляске сидели две великолепные барыни. Но, проехав не более десяти шагов мимо, коляска вдруг остановилась, одна из дам быстро обернулась, точно внезапно усмотрев какого-то необходимого ей знакомого. — Евгений Павлович, это ты? — крикнул вдруг звонкий прекрасный голос, от которого вздрогнул князь, и, может быть, еще кто-нибудь. — Ну, как я рада, что, наконец, разыскала. Я послала к тебе в город Нарочного двух. Целый день тебя ищут. Евгений Павлович стоял на ступеньках лестницы, как пораженный громом. Елизавета Прокофьевна тоже стала на месте, но не в ужасе и оцепенении, как Евгений Павлович. Она посмотрела на дерзкую так же гордо и с таким же холодным презрением, как пять минут назад на людишек, и тотчас же перевела свой пристальный взгляд на Евгения Павловича. — Новость! — продолжал звонкий голос. — За купферов и векселя не бойся, Рогожин скупил за тридцать, я уговорила. Можешь быть спокоен хоть месяца три еще. А с бискупом и со всей этой дрянью, наверное, сладимся по знакомству. — Ну, так вот, все значит благополучно. Будь весел. До завтра. Коляска тронулась и быстро исчезла. — Это помешанная! — крикнул, наконец, Евгений Павлович, покраснев от негодования и в недоумении оглядываясь кругом. — Я знать не знаю, что она говорила, какие векселя, кто она такая! — Елизавета Прокофьевна продолжала глядеть на него еще секунды две. Наконец, быстро и круто направилась к своей даче, а за нею все. Ровно через минуту на террасу к князю явился обратный Евгений Павлович в чрезвычайном волнении. — Князь, по правде вы не знаете, что это значит? — Ничего не знаю, — ответил князь, бывший и сам в чрезвычайном и болезненном напряжении. — Нет? — Нет. — Я не знаю, — засмеялся вдруг Евгений Павлович. — Ей-богу, никаких сношений по этим векселям не имел, но верите честному слову. — Да что с вами? Вы в обморок падаете. — О, нет, нет, уверяю вас, нет. Только на третий день япончины вполне умилостивились. Князь хоть и обвинил себя во многом по обыкновению и искренно ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавет Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя самое. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик. Поставили и другие обстоятельства, но одно из них преимущественно. Все три дня оно разрасталось прогрессивно в мнительности князя, а князь с недавнего времени винил себя в двух крайностях — в необычайной бессмысленной и назойливой своей доверчивости и в то же время в мрачной низкой мнительности. Одним словом, в конце третьего дня приключение с эксцентрическую дамой, разговарившую из своей коляски с Евгением Павловичем, приняло в уме его устрашающие и загадочные размеры. Сущность загадки, кроме других сторон дела, состояла для князя в скорбном вопросе, он ли именно виноват и в этой новой чудовищности, или только... Но он не договаривал кто еще. Что же касается до букв НФБ, то, на его взгляд, тут была одна только невинная шалость, самая даже детская шалость, так что и задумываться об этом сколько-нибудь было бы совестно и даже в одном отношении почти бесчестно. Впрочем, в первый же день после безобразного вечера, в беспорядках которого он был такой главной причиной, князь имел поутру удовольствие принимать у себя князя Ща с Аделаидой. Они зашли главное с тем, чтобы узнать о его здоровье. Зашли с прогулки вдвоем. Аделаида заметила сейчас в парке одно дерево, чудесное старое дерево, развесистое, с длинными искривленными сучьями, все в молодой зелени, с дуплом и трещиной. Она непременно, непременно положилась рисовать его. Так что почти об этом только говорила целые полчаса своего визита. Князь Ща был любезен и мил по обыкновению. Спрашивал князя о прежнем, припоминал обстоятельства их первого знакомства, так что о вчерашнем почти ничего не было сказано. Наконец, Аделаида не выдержала и, усмехнувшись, призналась, что она зашла инкогнито. Но тем, однако же, признания и кончились, хотя из этого инкогнито уже можно было усмотреть, что родители, то есть главная Елизавета Прокофьевна, находятся в каком-то особенном нерасположении. Но ни о ней, ни об Аглая, ни даже об Иване Федоровиче, Аделаида и князь Ща не вымолвили в свое посещение ни единого слова. Уходя опять гулять, с собой у князя не пригласили. О том же, чтобы звать к себе, и намека не было, на этот счет проскочило даже одно очень характерное словцо у Аделаиды. Рассказывая об одной своей акварельной работе, она вдруг очень пожелала показать ее. Как бы это сделать поскорее? «Постойте, я вам или с Колей сегодня пришлю, если зайдет, или завтра сама опять, как гулять с князем, пойдем, занесу», заключила она, наконец, свое недоумение, обрадовавшись, что так ловко и для всех удобно удалось ей разрешить эту задачу. Наконец, уже почти простившись, князь Ща точно вдруг вспомнил. «Ах, да!» — спросил он. «Не знаете ли хоть вы, милый Лев Николаевич, что это была за особа, что кричала вчера Евгень Павловичу из коляски?» «Это была Настасья Филипповна», — сказал князь. «Разве вы еще не узнали, что это она?» «А с нею не знаю, кто был». «Знаю, слышал», — подхватил князь Ща. «Но что означал этот крик?» «Это такая, признаюсь, для меня загадка, для меня и для других». Князь Ща говорил с чрезвычайным и видимым изумлением. «Она говорила о каких-то векселях Евгения Павловича», — очень просто отвечал князь, — «которые попались от какого-то ростовщика к Рогожину по ее просьбе, и что Рогожин подождет на Евгении Павловиче». «Слышал, слышал, дорогой мой князь, да ведь этого быть не могло». «Никаких векселей у Евгения Павловича тут и быть не могло при таком состоянии». «Правда, ему случалось, по ветренности прежде, и даже я его выручал, но при таком состоянии давать векселя ростовщику и о них беспокоиться невозможно. И не может он быть на «ты» и в таких дружеских отношениях с Настасьей Филипповной. Вот в чем главная задача. Он клянется, что ничего не понимает, и я ему вполне верю. «Но дело в том, милый князь, что я хотел спросить вас, не знаете ли вы-то чего? То есть не дошел ли хоть до вас каким-нибудь чудом слух? Нет, ничего не знаю, и уверяю вас, что я в этом нисколько не участвовал». «Ах, какой же вы, князь, стали! Я вас просто не узнаю сегодня. Разве я мог предположить вас в таком деле участником? Ну да вы сегодня расстроены». Он обнял и поцеловал его. «То есть в каком же таком деле участником? Я не вижу никакого такого дела». «Без сомнения, это особо желало как-нибудь и в чем-нибудь помешать Евгению Павловичу, придав ему в глазах свидетелей качества, которых он не имеет и не может иметь», ответил князь Ща довольно сухо. Князь Лев Николаевич смутился, но однако же пристально и вопросительно продолжал смотреть на князя. Но тот замолчал. «А не просто Векселя? Не буквально ли так, как вчера?» — пробормотал, наконец, князь в каком-то нетерпении. «Да говорю же вам, судите сами, что может быть тут общего между Евгением Павловичем и... Ею! И добавок с Рогожиным! Повторяю вам, состояние огромное, что мне совершенно известно. Другое состояние, которого он ждет от дяди. Просто Анастасия Филипповна...» Князь Ща вдруг опять замолчал, очевидно потому, что ему не хотелось продолжать князю Анастасии Филипповне. «Стало быть, во всяком случае, она ему знакома?» — спросил вдруг князь Лев Николаевич, помолчав с минуту. «Это-то, кажется, было, Ветренник, но, впрочем, если было, то уж очень давно, еще прежде, то есть года два-три, ведь он еще с тотским был знаком. Теперь же быть ничего не могло в этом роде. На три они не могли быть никогда. Сами знаете, что и ее все здесь не было, нигде не было. Многие еще и не знают, что она опять появилась. Экипаж, я заметил, дня три не больше». «Великолепный экипаж», — сказала Аделаида. «Да, экипаж великолепный». Оба удалились, впрочем, в самом дружеском, в самом братском, можно сказать, расположении к князю Льву Николаевичу. А для нашего героя это посещение заключало в себе нечто даже капитальное. Положим, он и сам много подозревал самой вчерашней ночи, а может и раньше. Но до самого их визита он не решался оправдать свои опасения вполне. Теперь же становилось ясно. Князь Ща, конечно, толковал события ошибочно, но все же бродил кругом истины. Все-таки понял же тут интригу. «Впрочем, он, может быть, и совершенно верно про себя понимает», — подумал князь, «а только не хочет высказаться и потому нарочно толкует ошибочно». Яснее всего было то, что к нему теперь заходили, и именно князь Ща, в надежде каких-нибудь разъяснений. Если так, то его прямо считают участником в интриге. Кроме того, если это все так и в самом деле важно, то, стало быть, у ней какая-то ужасная цель. Какая же цель? Ужас. Да и как ее остановишь? Остановить ее нет никакой возможности, когда она убеждена в своей цели. Это уже князь знал по опыту. Сумасшедшая, сумасшедшая. Но слишком, слишком много собралось в это утро и других неразрешимых обстоятельств, и все к одному времени, и все требовало разрешения немедленно, так что князь был очень грустен. Его развлекла немного Вера Лебедева, которая пришла к нему с Любочкой и, смеясь, что-то долго рассказывала. За нею последовала и сестра ее, раскрывавшая рот, за ними гимназист, сын Лебедева, который уверял, что звезда Полынь в апокалипсисе, павшая на землю на источнике вод, есть по толкованию его отца сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. Князь не поверил, что Лебедев так толкует. Решено было справиться у него самого при первом удобном случае. А от Веры Лебедевой князь узнал, что Келлер прикочевал к ним еще со вчерашнего дня и по всем признакам долго от них не отстанет, потому что нашел компанию и дружески сошелся с генералом Иволгином. Впрочем, он объявил, что остается у них единственное, чтобы укомплектовать свое образование. Вообще дети Лебедева все более и более с каждым днем начинали князю нравиться. Коли целый день не было, он с позаранку отправился в Петербург. Лебедев тоже уехал чем свет по каким-то своим делишкам. Но князь ждал с нетерпением посещения Гаврилы Ардалионча, который непременно должен был сегодня же зайти к нему. Он пожаловал в седьмом часу пополудни тотчас после обеда. С первого взгляда на него князю подумалось, что по крайней мере этот господин должен знать всю подноготную безошибочно. Да и как не знать, имея таких помощников, как Варвара Ардалионна и супруг ее. Но с Ганей у князя были отношения все какие-то особенные. Князь, например, доверил ему вести дело Бурдовского и особенно просил его об этом. Но несмотря на эту доверенность и на кое-что бывшее прежде, между обоими постоянно оставались некоторые пункты, о которых как бы решено было взаимно ничего не говорить. Князю казалось иногда, что Ганя, может быть, и желал с своей стороны самой полной и дружеской искренности. Теперь, например, чуть только он вошел, князю тотчас же показалось, что Ганя в высшей степени убежден, что в эту самую минуту настала пора разбить между ними лед на всех пунктах. Гаврил Ардалионович, однако же, торопился, его ждала у Лебедева сестра, оба они спешили по какому-то делу. Но если Ганя и в самом деле ждал целого ряда нетерпеливых вопросов, невольных сообщений, дружеских излияний, то он, конечно, очень ошибся. Во все двадцать минут его посещения князь был даже очень задумчив, почти рассеян. Ожидаемых вопросов, или лучше сказать одного главного вопроса, которого ждал Ганя, быть не могло. Тогда и Ганя решился говорить с большой выдержкой. Он, не умолкая, рассказывал все двадцать минут, смеялся, вел самую легкую, милую и быструю болтовню, но до главного не коснулся. Ганя рассказал, между прочим, что Настасья Филипповна всего только дня четыре здесь, в Павловске, и уже обращает на себя общее внимание. Живет она где-то в какой-то матросской улице в небольшом неуклюжем домике у Дарьи Алексеевны, а экипаж ее чуть не первый в Павловске. Вокруг нее уже собралась целая толпа старых и молодых искателей. Коляску сопровождают иногда верховые. Настасья Филипповна, как и прежде, очень разборчиво допускает к себе по выбору, а все-таки около нее целая команда образовалась, есть кому стать за нее в случае нужды. Один формальный жених из дачников уже поссорился из-за нее с своей невестой. Один старичок-генерал почти проклял своего сына. Она часто берет с собой укататься одну прелестную девочку, только что шестнадцати лет, дальнюю родственницу Дарьи Алексеевны. Эта девочка хорошо поет, так что по вечерам их домик обращает на себя внимание. Настасья Филипповна, впрочем, держит себя чрезвычайно порядочно, одевается непышно, но с необыкновенным вкусом, и все дамы ее вкусу, красоте и экипажу завидуют. Вчерашние эксцентрические случаи, промолвился Ганя, конечно, преднамеренные и, конечно, не должны идти в счет. Чтобы придраться к ней в чем-нибудь, надо подыскаться нарочно или оклеветать, что, впрочем, не замедлит, заключил Ганя, ожидавший, что князь непременно тут спросит, почему он называет вчерашний случай случаем преднамеренным, и почему не замедлит. Но князь не спросил этого. Насчет Евгения Павловича Ганя распространился опять-таки сам, без особых расспросов, что было очень странно, потому что он вернул его в разговор безо всякого повода. По мнению Гаврила Арделеоновича, Евгений Павлович не знал Настасьи Филипповны, он ее и теперь тоже чуть-чуть только знает, и именно потому, что дня четыре назад был ей кем-то представлен на прогулке, и вряд ли был хоть раз у нее в доме вместе с прочими. Насчет векселей тоже быть могло, это Ганя знает даже наверно. У Евгения Павловича состояние, конечно, большое, но некоторые дела по имению действительно находятся в некотором беспорядке. На этой любопытной материи Ганя вдруг оборвал. Насчет вчерашней выходки Настасьи Филипповны он не сказал ни единого слова, кроме сказанного вскользь выше. Наконец за Ганей зашла Варвара Орделеонна. Пробыла минутку, объявила тоже непрошенное, что Евгений Павлович сегодня, а может и завтра, пробудет в Петербурге, что и муж ее, Иван Петрович Птицын, тоже в Петербурге, и чуть ли тоже не по делам Евгений Павловича, что там действительно что-то вышло. Уходя, она прибавила, что Лизавета Прокофьевна сегодня в адском расположении духа, но что всего страннее, что Аглая перессорилась со всем семейством, не только с отцом и матерью, но даже с обеими сестрами, и что это совсем нехорошо. Сообщив как бы вскользь это последнее для князя чрезвычайно многозначительное известие, братец и сестрица удалились. О деле с сыном Павлищева Ганечка тоже не упомянул ни слова, может быть, от ложной скромности, может быть, щадя чувства князя, но князь все-таки еще раз поблагодарил его за старательное окончание дела. Князь очень был рад, что его оставили наконец одного. Он сошел с террасы, перешел через дорогу и вошел в парк. Ему хотелось обдумать и разрешить один шаг. Но этот шаг был не из тех, которые обдумываются, а из тех, которые именно не обдумываются, а на которые просто решаются. Ему ужасно вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и даже ни с кем не простившись. Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю. Но он не рассуждал и десяти минут, и тотчас решил, что бежать невозможно, что это будет почти малодушие, что пред ним стоят такие задачи, что не разрешить, или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их, он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой и вряд ли и четверть часа гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту. Лебедева все еще не было дома, так что под вечер к князю успел ворваться келлер, не хмельной, но с излияниями и признаниями. Он прямо объявил, что пришел рассказать князю всю свою жизнь и что для того и остался в Павловске. Выгнать его не было ни малейшей возможности, не пошел бы ни за что. Келлер приготовился было говорить очень долго и очень нескладно, но вдруг почти с первых слов перескочил к заключению и объявил, что он до того было потерял всякий признак нравственности, единственно от безверия во Всевышнего, что даже воровал. — Можете себе это представить? — Послушайте, келлер, я бы на вашем месте лучше не признавался в этом без особой нужды, — начал было князь, — а, впрочем, ведь вы, может быть, нарочно на себя наговариваете. — Вам единственно, вам одному единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше никому умру и под саваном унесу мою тайну. Но, князь, если бы вы знали, если бы вы только знали, как трудно в наш век достать денег, где же их взять? — позвольте вас спросить после этого. — Один ответ. Неси золото и бриллианты, под них и дадим, то есть именно то, чего у меня нет. Можете вы себе это представить? Я, наконец, рассердился, постоял-постоял. — А под изумруды, — говорю, — дадите? — И под изумруды, — говорит, — дам. — Ну и отлично, — говорю, надел шляпу и вышел. — Черт с вами, подлецы вы, эткие, ей-богу. — А у вас разве были изумруды? — Какие у меня изумруды? О, князь, как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь. Князю стало, наконец, не то чтобы жалко, а так как бы совестно. У него даже мелькнула мысль, нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека, чьим-нибудь хорошим влиянием. Собственное свое влияние он считал по некоторым причинам весьма негодным. Не самоумоление, а по некоторому особому взгляду на вещи. Мало-помалу они разговорились и до того, что и разойтись не хотелось. Келлер с необыкновенную готовностью признавался в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается, и внутренне полон слез, а между тем рассказывал так, как будто гордился поступком, и в то же время до того иногда смешно, что он и князь хохотали, наконец, как сумасшедшие. — Главное то, что у вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость, сказал, наконец, князь. Знаете ли вы, что уж этим одним вы очень выкупаете? — Благороден, благороден, рыцарский благороден, подтвердил в умилении Келлер. Но знаете, князь, все только в мечтах и, так сказать, в кураже. На деле же никогда не выходит. А почему так, и понять не могу. Не отчаивайтесь. Теперь утвердительно можно сказать, что вы мне всю подноготную вашу представили. По крайней мере, мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уж ничего прибавить нельзя, ведь так нельзя. С каким-то сожалением воскликнул Келлер. — О, князь, до какой степени вы еще, так сказать, по-швейцарски понимаете человека. — Неужели еще можно прибавить? — с робким удивлением выговорил князь. — Так чего же вы от меня ожидали, Келлер, скажите, пожалуйста, и зачем пришли с вашей исповедью? — От вас чего ждал? — Во-первых, на одно ваше простодушие посмотреть приятно, с вами посидеть и поговорить приятно. Я, по крайней мере, знаю, что предо мною добродетельнейшее лицо. А во-вторых, во-вторых, он замялся. — Может быть, денег хотели занять? — подсказал князь, очень серьезно и просто, даже как бы несколько робко. Келлера так и дернуло. Он быстро, с прежним удивлением, взглянул князю прямо в глаза и крепко стукнул кулаком об стол. — Ну вот, этим-то вы избиваете человека с последнего панталыку. Да помилуйте, князь, то уж такое простодушие, такая невинность, каких и в золотом веке не слыхано, и вдруг в то же время насквозь человек пронзаете, как стрела, такую глубочайшую психологию наблюдения. Но позвольте, князь, это требует разъяснения, потому что я, я просто сбит. Разумеется, в конце концов моя цель была занять денег, но вы меня о деньгах спросили так, как будто не находите в этом предосудительного, как будто так и быть должно. — Да, от вас так и быть должно. И не возмущены? — Да чем же? — Послушайте, князь, я остался здесь со вчерашнего вечера, во-первых, из особенного уважения к французскому архиепископу Бурдалу у Лебедева до трех часов откупоривали, а во-вторых, и главное, и вот всеми крестами крещусь, что говорю правду истинную. Потому остался, что хотел, так сказать, сообщив вам мою полную сердечную исповедь, тем самым способствовать собственному развитию. С этой мыслью и заснул в четвертом часу, обливаясь слезами. Верите ли вы теперь благороднейшему лицу в тот самый момент, как я засыпал, искренне полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль, а что не занять у него, в конце концов, после исповеди, это денег. Таким образом, я исповедь приготовил, так сказать, как бы какой-нибудь фенезерв под слезами, с тем, чтобы этими же слезами дорогу смягчить, и чтобы вы, рассластившись, мне 150 рубликов отсчитали. Не низко это, по-вашему? Да ведь это ж, наверное, не правда, а просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается, со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, что и все люди так, так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться, я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь я опять начну этих мыслей бояться. Во всяком случае, я вам не судья. Но все-таки, по-моему, нельзя назвать это прямо низостью. Как вы думаете? Вы схитрили, чтобы через слезы деньги выманить. Но ведь сами же вы клянетесь, что исповедь ваша имела и другую цель благородную, а не одну денежную. Что же касается дать денег, то ведь они вам на кутеж нужны, так ли? А это уж после такой исповеди, разумеется, малодушие. Но как тоже и от кутежа отстать в одну минуту, ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить, как вы думаете? Князь с чрезвычайным любопытством глядел на Келлера. Вопрос о двойных мыслях, видимо, и давно уже занимал его. Ну, почему вас после этого называют идиотом? Не понимаю, вскричал Келлер. Князь слегка покраснел. Проповедник Бурдалу, так тот не пощадил бы человека, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески. В наказание себе и чтобы показать, что я тронут, не хочу ста пятидесяти рублей. Дайте мне только двадцать пять рублей и довольно. Вот все, что мне надо, по крайней мере, на две недели. Раньше двух недель за деньгами не приду. Хотел Агашку побаловать, да не стоит она того. О, милый князь, благослови вас Господь! Вошел наконец Лебедев, только что воротившийся, и, заметив двадцатипятирублевую в руках Келлера, поморщился. Но Келлер, очутившийся при деньгах, уже спешил вон и немедленно стушевался. Лебедев тотчас же начал на него наговаривать. Вы несправедливы, он действительно искренне раскаивался, заметил наконец князь. Да ведь что в раскаянии-то? Точь в точь, как и я вчера, ни язык, ни язык, а ведь одни только слова-с. Так у вас только одни слова были? А я было думал, ну вот вам, одному только вам объявлю истину, потому что вы проницаете человека. И слова, и дело, и ложь, и правда, все у меня вместе и совершенно искренне. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии, верьте, не верьте, вот поклянусь. А слова и ложь состоят в адской и всегда присущей мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и через слезы раскаяния выиграть, ей-богу так. Другому не сказал бы, засмеется или плюнет, но вы, князь, вы рассудите по-человечески. Ну вот точь в точь и он говорил мне сейчас, вскричал князь, и оба вы точно хвалитесь. Вы даже меня удивляете, только он искреннее вашего, а вы в решительное ремесло обратили. Ну, довольно, не морщитесь, Лебедев, и не прикладывайте руки к сердцу. Не скажете ли вы мне чего-нибудь, вы даром не зайдете? Лебедев закривлялся и закоробился. Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам один вопрос. Ответьте хоть раз в жизни правду с первого слова. Участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет? Лебедев опять закривлялся, начал хихикать, потирал руки, даже наконец расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. Я вижу, что участвовали. Но косвенно, единственное, только косвенно, истинную правду говорю. Тем только участвовал, что дал своевременно знать известные особи, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица. Я знаю, что вы вашего сына туда посылали, он мне сам давеча говорил. Но что ж это за интрига такая? Воскликнул князь в нетерпении. Не моя интрига, не моя, отмахивался Лебедев. Тут другие, другие, и скорее, так сказать, фантазия, чем интрига. Да и в чем же дело, разъясните ради Христа? Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича. Князь, сиятельнейший князь, закоробился опять Тебедев, вы ведь не позволяете говорить всю правду. Я ведь уже вам начинал о правде не раз. Вы не позволили продолжать? Князь помолчал и подумал. Ну, хорошо, говорите правду, тяжело проговорил он, видимо, после большой борьбы. Агла Ивановна тотчас же начал Лебедев. Молчите, молчите! Неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, а может быть и от стыда. Быть этого не может, все это вздор! Все это вы сами выдумали, или такие же сумасшедшие! И чтоб я никогда не слыхал от вас этого более! Поздно вечером часу уже в одиннадцатом явился Коля с целым коробом известий. Известия его были двоякие, петербургские и павловские. Он наскоро рассказал главный из петербургских, преимущественно об Иполите и о вчерашней истории, с тем, чтобы опять перейти к ним потом, и поскорее перешел к павловским. Три часа тому назад воротился он из Петербурга и, не заходя к князю, прямо отправился к Епанчиным. Там ужас, что такое! Разумеется, на первом плане коляска, но, наверное, тут что-то такое и еще случилось, что-то такое им с князем неизвестное. Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел, впрочем, приняли меня хорошо, так хорошо, что я даже не ожидал, но о вас, князь, ни слова. Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась давеча своими за Ганю. В каких подробностях состояло дело неизвестно, но только за Ганю вообразить себе это и даже ужасно ссориться, стал быть, что-то важное, генерал приехал поздно, приехал нахмуренный, приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли, а сам Евгений Павлович удивительно весел и мил. Самое же капитальное известие в том, что Лизавета Прокофьевна безо всякого шуму позвала к себе Варвару Арделионну, сидевшую у девиц, и раз навсегда выгнала ее из дому самым учтивейшим, впрочем образом, от самой Вари слышал. Но когда Варя вышла от Лизаветы Прокофьевны и простилась с девицами, то те и не знали, что ей отказано от дому раз навсегда, и что она в последний раз с ними прощается. Но Варвара Арделионна была у меня в семь часов, спросил удивленный князь, а выгнали ее в восьмом или в восемь? Мне очень жаль Варю, жаль Ганю, у них без сомнения вечные интриги, без этого им невозможно, и никогда-то я не мог знать, что они замышляют, и не хочу узнавать. Но уверяю вас, милый и добрый мой князь, что в Гане есть сердце. Этот человек во многих отношениях конечно погибший, но во многих отношениях в нем есть такие черты, которые стоит поискать, чтобы найти, и я никогда не прощу себе, что прежде не понимал его. Не знаю, продолжать ли мне теперь после истории с Варей. Правда, я поставил себя с первого начала совершенно независимо и отдельно, но все-таки надо обдумать. Вы напрасно слишком жалеете брата, заметил ему князь. Если уж до того дошло дело, стал быть, Гаврил Арделеонович опасен в глазах Лизаветы Прокофьевны, а стал быть, известные надежды его утверждаются. Как? Какие надежды, в изумлении вскричал Коля? Уж не думаете ли вы, что Аглая этого быть не может? Князь промолчал. Вы ужасный скептик, князь. Минуту через две прибавил Коля. Я замечаю, что с некоторого времени вы становитесь чрезвычайный скептик. Вы начинаете ничему не верить и все предполагать. А правильно я употребил в этом случае слово скептик? Я думаю, что правильно, хотя, впрочем, наверное, и сам не знаю. Но я сам от слова скептик отказываюсь. Я нашел новое объяснение, закричал друг Коля. Вы не скептик, а ревнивец. Вы адски ревнуете Ганю к известной гордой девице. Сказав это, Коля вскочил и расхохотался так, как, может быть, никогда ему не удавалось смеяться. Увидав, что князь весь покраснел, Коля еще пуще захохотал. Ему ужасно понравилась мысль, что князь ревнует как Глай. Но он умолк тотчас же, заметив, что тот искренне огорчился. Затем они очень серьезно и озабоченно проговорили еще час или полтора. На другой день князь по одному неотлагаемому делу целое утро пробыл в Петербурге. Возвращаясь в Павловск уже в пятом часу пополудни, он сошелся в воксале железной дороги с Иваном Федоровичем. Тот быстро схватил его за руку, осмотрелся кругом как бы в испуге и потащил князя с собой в вагон первого класса, чтобы ехать вместе. Он сгорал желанием переговорить о чем-то важном. Во-первых, милый князь, на меня не сердись и если было что с моей стороны позабудь. Я бы сам еще вчера к тебе зашел, но не знал, как на этот счет Лизавета Прокофьевна. Дома у меня просто ад. Загадочный сфинкс поселился, а я хожу ничего не понимаю. А что до тебя, то, по-моему, ты меньше всех нас виноват, хотя, конечно, через тебя много вышло. Видишь, князь, быть филантропом приятно, но не очень. Сам, может, уже вкусил плоды. Я, конечно, люблю доброту и уважаю Лизавету Прокофьевну, но... Генерал долго еще продолжал в этом роде, но слова его были удивительно бессвязны. Видно было, что он потрясен и смущен чрезвычайно чем-то до крайности ему непонятным. «Для меня нет сомнения, что ты тут ни при чем», высказался наконец он яснее, «но не посещай нас некоторое время, прошу тебя дружески впредь до перемены ветра». «Что же касается до Евгения Павловича», вскричал он с необыкновенным жаром, «то все это бессмысленные клевета, клевета из клевет. Это наговор, тут интрига, желание все разрушить и нас поссорить». «Видишь, князь, говорю тебе на ухо, между нами и Евгением Павловичем не сказано еще ни одного слова, понимаешь? Мы не связаны ничем, но это слово может быть сказано и даже скоро и даже может быть очень скоро». «Так вот, чтобы повредить, а зачем, почему, не понимаю. Женщина удивительная, женщина эксцентрическая, до того ее боюсь, что я едва сплю, и какой экипаж, белые кони, ведь это шик, ведь это именно то, что называется по-французски шик». «Кто это ей? Ей Богу согрешил, подумал третьего дня на Евгения Павловича. Но оказывается, что и быть не может, а если быть не может, то для чего она хочет тут расстроить? Вот, вот задача, чтобы сохранить при себе Евгения Павловича, но повторяю тебе, и вот тебе крест, что он с ней не знаком, и что вы кселяете выдумка, и с такой наглостью ему «ты!» кричит через улицу. Чистейший заговор. Ясное дело, что надо отвергнуть с презрением, а к Евгению Павловичу удвоить уважение. Так я Елизавете Прокофьевне высказал. Теперь скажу тебе самую интимную мысль. Я упорно убежден, что она это из личного мщения ко мне. Помнишь, за прежнее, хотя я никогда и ни в чем пред нею виноват не был. Краснею от одного воспоминания. Теперь вот она опять появилась, я думал, исчезла совсем. Где же этот Рогожин сидит, скажите, пожалуйста? Я думал, она давно уже госпожа Рогожина. Одним словом, человек был сильно сбит с толку. Весь почти час пути он говорил один, задавал вопросы, сам разрешал их, пожимал руку князя и, по крайней мере, в том одном убедил князя, что его он и не думает подозревать в чем-нибудь. Это было для князя важно. Кончил он рассказом о родном дяде Евгения Павловича, начальнике какой-то канцелярии в Петербурге, на видном месте, 70 лет, вивер, гастроном и вообще повадливый старикашка. Ха-ха, я знаю, что он слышал про Настась Филипповну и даже добивался, заезжал к нему давеча, не принимает, не здоров, но богат, богат, имеет значение и, дай ему Бог много лет здравствовать, но опять-таки Евгению Павловичу все достанется, да, да, а я все-таки боюсь, не понимаю чего, а боюсь, в воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь, и, наконец, только на третий день, как мы уже написали выше, последовало формальное примирение Япончиных с князем Львом Николаевичем. Было семь часов пополудни, князь собирался идти в парк, вдруг Лизавета Прокофьевна одна вошла к нему на террасу, во-первых, и не смей думать, начала она, что я пришла к тебе прощения просить, вздор, ты кругом виноват, князь молчал, Виноват или нет? Столько же, сколько и вы. Впрочем, ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно. Я третьего дня себя виноватым считал, а теперь рассудил, что это не так. Так вот ты как! Ну, хорошо, слушай же и садись, потому что я стоять не намерена. Оба сели. Во-вторых, ни слова о злобных мальчишках. Я просижу и проговорю с тобой десять минут. Я пришла к тебе справку сделать, а ты думал и бог знает что? И если ты хоть одним словом заикнешься про дерзких мальчишек, я встаю и ухожу и уже совсем с тобой разрываю. Хорошо, ответил князь, позволь тебя спросить, изволил ты прислать месяца два или два с половиной тому около святой коглае письмо? Писал. С какой же целью? Что было в письме? Покажи письмо. Глаза Лизаветы Прокофьевны горели. Она чуть не дрожала от нетерпения. У меня нет письма, удивился и оробил князь ужасно. Если есть и целый еще, то у Агла Ивановны. Не финти. О чем писал? Я не финчу и ничего не боюсь. Я не вижу никакой причины, почему мне не писать. Молчи, потом будешь говорить. Что было в письме? Почему покраснел? Князь подумал. Я не знаю ваших мыслей, Лизавета Прокофьевна. Вижу только, что письмо это вам очень не нравится. Согласитесь, что я мог бы отказаться отвечать на такой вопрос, но чтобы показать вам, что я не боюсь за письмо и не сожалею, что написал и отнюдь не краснею за него, князь покраснел еще чуть не вдвое более. Я вам прочту это письмо, потому что, кажется, помню его наизусть. Сказав это, князь прочел это письмо почти слово в слово, как оно было. Эх, какая галиматья! Что же этот вздор может означать, по-твоему? Резко спросила Лизавета Прокофьевна, выслушав письмо с необыкновенным вниманием. Сам не знаю вполне. Знаю, что чувство мое было искреннее. Там у меня бывали минуты полной жизни и чрезвычайных надежд. Каких надежд? Трудно объяснить, только не тех, про какие вы теперь, может быть, думаете, надежд, но одним словом надежд будущего и радости о том, что, может быть, я там не чужой, не иностранец. Мне очень вдруг на родине понравилось. В одно солнечное утро я взял перо и написал к ней письмо. Почему к ней, не знаю. Иногда ведь хочется друга подли, и мне, видно, друга захотелось, помолчав, прибавил князь. Влюблен ты, что ли? Нет, я, я, как сестре писал, я и подписался братом. Хм, нарочно, понимаю. Мне очень тяжело отвечать вам на эти вопросы, Лизавета Прокофьевна. Знаю, что тяжело, да мне-то дела нет никакого до того, что тебе тяжело. Слушай, отвечай мне правду, как пред Богом. Лжешь ты мне или не лжешь? Не лгу. Верно, говоришь, что не влюблен? Кажется, совершенно верно. Ишь ты, кажется. Мальчишка передавал. Я просил Николая Арделеоновича. Мальчишка, мальчишка, с азартом перебил Лизавета Прокофьевна. Я знать не знаю, какой такой Николай Арделеонович. Мальчишка, Николай Арделеонович, мальчишка, говорю тебе. Нет, не мальчишка, а Николай Арделеонович. Твердо, хотя и довольно тихо ответил, наконец, князь. Ну, хорошо, голубчик, хорошо. Это тебе я причту. Минутку она пересиливала свое волнение и отдыхала. А что такое рыцарь бедный? Совсем не знаю, это без меня шутка какая-нибудь. Приятно вдруг узнать. Только неужели же она могла заинтересоваться с тобой? Сама же тебя уродиком и идиотом называла. Вы бы могли мне это и не пересказывать, укоризненно, чуть не шепотом заметил князь. Не сердись, девка самовластная, сумасшедшая, избалованная. Полюбит, так непременно бронить вслух будет и в глаза издеваться. Я точно такая же была. Только, пожалуйста, не торжествуй, голубчик, не твоя. Верить тому не хочу и никогда не будет. Говорю для того, чтобы ты теперь же и меры принял. Слушай, поклянись, что ты не женат на этой. Лизавета Прокофьевна, что вы, помилуйте? Чуть не привскочил князь от изумления. Да ведь чуть было не женился. Чуть было не женился, прошептал князь и поник головой. Что ж, в нее, что ли, влюбленка, или так? Теперь для нее приехал, для этой? Я приехал не для того, чтобы жениться, ответил князь. Есть у тебя что-нибудь святое на свете? Есть. Поклянись, что не для того, чтобы жениться на той. Клянусь, чем хотите. Верю, поцелуй меня. Наконец-то я вздохнула свободно. Но знай, не любит тебя аглая меры, прими и не бывать ей за тобою, пока я на свете живу. Слышал? Слышал. Князь до того краснел, что не мог прямо глядеть на Лизавету Прокофьевну. Заруби же. Я тебя как провидение ждала. Не стоил ты того. Я подушку мою слезами по ночам обливала. Не по тебе, голубчик, не беспокойся. У меня свое другое горе, вечное и всегда одно и то же. Но вот зачем я с таким нетерпением ждала тебя? Я все еще верю, что сам Бог тебя мне как друга и как родного брата прислал. Нет при мне никого, кроме старухи Белоконской. Да и та улетела, да вдобавок глупа как баран стала от старости. Теперь отвечай просто да или нет. Знаешь ты, зачем она третьего дня из коляски кричала? Честное слово, что я тут не участвовал и ничего не знаю. Довольно верю. Теперь у меня другие мысли об этом. Но еще вчера утром во всем винила Евгения Павловича. Целые сутки третьего дня и вчера утром. Теперь, конечно, не могу не согласиться с ними. До очевидности, что над ним тут как над дураком насмеялись почему-то, зачем-то, для чего-то. Уж одно это подозрительно, да и неблаговидно. Но не бывать агла и за ним говорю тебе это. Пусть он хороший человек, а так оно будет. Я и прежде колебалась, а теперь уж наверное решила. Положите сперва меня в гроб и закопайте в землю. Тогда выдавайте дочь. Вот что я Ивану Федоровичу сегодня отчеканила. Видишь, что я тебе доверяю? Видишь, вижу и понимаю. Лизавета Прокофьевна пронзительно всматривалась в князя. Может быть, ей очень хотелось узнать, какое впечатление производит на него известие о Евгении Павловиче. О Гавриле и Волгине ничего не знаешь? То есть много знаю. Знал или нет, что он в сношениях с Аглайей? Совсем не знал. Удивился и даже вздрогнул князь. Как вы говорите, Гаврила Арделеоночь в сношениях с Аглайей и Ванной быть не может. Недавно очень. Тут сестра всю зиму ему дорогу протачивала, как крыса работала. Я не верю, твердо повторил князь после некоторого размышления и волнения. «Если бы это было, я бы знал, наверное». «Небось, он бы сам пришел да на груди твоей признался в слезах. Эх, ты простофиль, простофиля! Все-то тебя обманывают, как... как... и не стыдно тебе ему доверяться? Неужели ты не видишь, что он тебя кругом облапошил?» «Я хорошо знаю, что он меня иногда обманывает», неохотно произнес князь полголоса. «И он знает, что я это знаю», прибавил он и не договорил. «Знать и доверяться этого не доставало. Впрочем, от тебя так и быть должно». «А я-то чему удивляюсь, господи! Да был ли когда другой такой человек? Тьфу! А знаешь, что этот Ганька или эта Варька ее в сношение с Настасьей Филипповной поставили?» «Кого?» воскликнул князь. «А глаю!» «Не верю, быть того не может. С какой уже целью он вскочил со стула?» «И я не верю, хоть есть улики. Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая, девка злая-злая-злая. Тысячу лет буду утверждать, что злая. Все они теперь у меня такие, даже эта мокрая курица Александра, но это уж из рук вон выскочило. Но тоже не верю. Может быть, потому что не хочу верить?» «Почему ты не приходил?» Вдруг обернулась она опять к князю. «Все три дня почему не приходил?» Нетерпеливо крикнула ему она в другой раз. Князь начал было рассказывать свои причины, но она опять перебила. «Все это тебя как дурака считают и обманывают. Ты вчера в город ездил, об заклад побьюсь, на коленях стоял, десять тысяч просил принять этого подлеца». Совсем нет и не думал, даже и не видал его, и кроме того, он не подлец. «Я от него письмо получил». «Покажи письмо». Князь достал из портфеля записку и подал Лизавете Прокофьевне. В записке было «Милостивый государь, я, конечно, не имею ни малейшего права в глазах людей иметь самолюбие. По людскому мнению, я слишком ничтожен для этого, но это в глазах людей, а не в ваших. Я слишком убедился, что вы, милостивый государь, может быть лучше других. Я не согласен с докторенкой и расхожусь с ним в этом убеждении. Я от вас никогда не возьму ни копейки, но вы помогли моей матери, и за это я обязан быть вам благодарен, хотя и через слабость. Во всяком случае, я смотрю на вас иначе и почел нужным вас известить, а затем полагаю, что между нами не может быть более никаких сношений Антип Бурдовский Постскриптум недостающая до двухсот рублей сумма будет вам в течение времени верно выплачена. Эх, какая бестолочь, заключил Лизавет Прокофьевна, бросая назад записку, не стоило и читать. Чего ты ухмыляешься? Согласитесь, что и вам приятно было прочесть. Как? Эту проеденную тщеславием галиматью? Да разве ты не видишь, что они все с ума спятили от гордости и тщеславия? Да, но все-таки он повинился, порвал с докторенкой, и чем он даже тщеславнее, тем дороже это стоило его тщеславию. О, какой же вы маленький ребенок, Лизавета Прокофьевна. Что ты от меня? Пощечину, что ли, получить наконец намерен? Нет, совсем не намерен, а потому что вы рады записке оскрываете это. Чего вы стыдитесь чувств ваших? Ведь это у вас во всем. Шагу теперь не смей ступить ко мне, вскочил Лизавета Прокофьевна, побледнев от гнева, чтоб и духу твоего у меня теперь с этой поры не было никогда, а через три дня сами придете и позовете к себе. Ну, как вам не стыдно? Это ваши лучшие чувства, чего вы стыдитесь их? Ведь только сами себя мучаете, умру не позову никогда, имя твое позабуду. Позабыла, она бросилась вон от князя. «Мне и без вас уже запрещено ходить к вам!» крикнул князь ей вслед. «Что? Кто тебе запретил?» Она мигом обернулась, точно ее укололи иголкой. Князь заколебался было ответить, он почувствовал, что нечаянно, но сильно проговорился. «Кто запрещал тебе?» неистово крикнула Елизавета Прокофьевна. Аглая Ивановна запрещает. «Когда? Да говори же!» Давич утром прислала, чтоб я никогда не смел к вам ходить. Елизавета Прокофьевна стояла, как остолбенелая, но она соображала, что прислала, кого прислала. «Через мальчишку? На словах?» воскликнула она вдруг опять. «Я записку получил», сказал князь. «Где? Давай сейчас!» Князь подумал с минуту, однако швынул из жилетного кармана небрежный клочок бумаги, на котором было написано «Князь Лев Николаевич, если после всего, что было, вы намерены удивить меня посещением нашей дачи, то меня, будьте уверены, не найдете в числе обрадованных Аглая Япончина». Елизавета Прокофьевна обдумывала с минуту. Потом вдруг бросилась к князю, схватила его за руку и потащила за собой «Сейчас, иди, нарочно сейчас, сию минуту!» вскричала она в припадке необычайного волнения и нетерпения. «Но ведь вы меня подвергаете чему, невинный простофиля? Точно даже и не мужчина, но теперь я сама все увижу своими глазами. Да шляпу-то, по крайней мере, захватить дайте. Вот твоя мерзкая шлепенка, идем». Фасону даже не умел со вкусом выбрать. «Это она, это...» «Она после давешнего, это с горячки», бормотала Елизавета Прокофьевна, таща за собой князя и ни на минуту не выпуская его руки. «Да, ведь я за тебя заступилась», сказала вслух, что дурак, потому что не идешь, иначе не написала бы тебе такую бестолковую записку, неприличную записку, неприличную, благородной, воспитанной, умной, умной девушке». «Хм», продолжала она, «уж, конечно, самой досадно было, что ты не идешь, только не рассчитала, что так к идиоту писать нельзя, потому что буквально примет, как и вышло». «Ты чего подслушиваешь?» крикнула она, с похватившей, что проговорилась, «Ей шута надо такого, как ты, давно не видала, вот она, зачем тебя просит». «И я рада, рада, что она теперь тебя на зубок подымет, того ты и стоишь, она умеет, о как она умеет».